Мы находимся на гонках Ветка Сакуры. Сами соревнования еще не начались, а машина уже застряла в грязи. Вода, грязь, да и погода не самая подходящая. Так, Рязань встретила участников, которые прибыли сюда из разных уголков России. В большинстве своем здесь встречаются ветераны подобных заездов. Всего в гонке участвуют около 500 человек. Ждет наши рязанские непроходимые болота, места, ну плюс погода, сами видите, какая много, очень много воды. Ветка Сакуры проходит не в первый год, но в 2018 гонки вышли на новый уровень. В этот раз мы сделали гонку официальную, которая соответствует требованиям ЕВСК. И очень много приехало лицензированных спортсменов, которые будут здесь добывать себе баллы для участия в чемпионате России уже. Больше всего здесь рязанцев и москвичей. Но есть представители и других регионов. Антон приехал из Коломны. Его транспорт – это американский Берпи. Рязанские трассы он попытается покорять впервые. В заезде стартуют в первых рядах. Ваши соревнования в Рязани первый раз приехали. Очень рекомендовали. Проходит уже не первый год. Положительные только отзывы, поэтому будем стараться. Все участники знают, что их ждет. И подготовились к этому. Станислав из Зарайска, а его друг из Паск-Рязанского. Мужчины шутят, что команда у них сборная. Трассу они будут покорять на автомобиле ВАЗ-21214. Конечно же, с небольшими изменениями. Ну, немножко она, чуть-чуть подготовленная. Ну, в каком смысле? Вот сноркель выведен, чтобы не утонуть в наших болотах в Рязанских. На голове у Станислава повязка, которая осталась с прошлой ветки Сакуры. Сейчас это уже Талисман. Его команда стартует во второй волне. Всего таких волн семь. Вначале – легкий транспорт. Потом – стандартные автомобили, которые совсем не переделывались. По регламенту соревнований допускается только смена резины на колесах. Следующий старт для ТР-1, ТР-2, ТР-3 и Абсолют. Чем выше класс автомобиля, тем больше в нем изменено. В классе Абсолют – машины, в которых уже не узнать былого кузова. Сейчас они – лишь остов. Основная цель гонки – это взять как можно больше точек и вернуться с ними на базу. GPS-координаты каждой даются штурманам команды еще на старте. Поэтому ветка Сакуры – это не только гонка, но еще и спортивное ориентирование. Вода, грязь и сломанные ветки. Все это необходимо преодолеть водителю для того, чтобы добраться до точки и сфотографироваться рядом с ней. Притом, одна рука должна быть на табличке, а другая – на номере автомобиля. Только тогда считается, что точка взята. Для разного класса автомобилей количество точек свое. Да и расположены они с фантазией. Например, организаторы помещают их в болото или речки. Доехать до них можно, но с трудом. Однако на дорогу придется вытаскивать автомобиль уже лебедкой. По регламенту пользоваться можно только одной. Если есть другая, ее пломбируют. Также в каждом автомобиле лежит якорь. Его используют, если рядом нет деревьев. Для новичков такой заезд – это что-то вроде развлечения. Константин с командой участвует впервые. Говорят, что долгое время были зрителями, а в прошедшие выходные решили поучаствовать. Для них это было настоящее приключение. Они несколько раз увязли в грязи, с трудом искали каждую точку, а в конце концов застряли в большой воде. Команда не расстраивается. Говорят, что немного ремонта и можно выдвигаться в путь. Ну кто знал, Нива вроде проехала, а мы за ней. А тут он начал очень плохо себя вести, дабы не затопить его. Пришлось осаживать. Сейчас вот промоемся, прочистимся и, я думаю, в объезд поедем. Гонки внедорожников «Ветка Сакуры» идут несколько часов. По словам организаторов, обычно они заканчиваются в 6 часов вечера. Правда, бывали случаи, когда участники продолжали гонку и на следующий день. Здесь важнее не борьба, говорят они, а сама атмосфера. В понедельник, после соревнований, люди отправятся на свою привычную работу, а автомобили займут свое место в гараже, где они будут ждать следующую «Ветку Сакуры». Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город».